Правильным путем идем. Если нет, но мы понимаем, что, во-первых, вид спорта многофакторный, это не значит, что ты работал хорошо на техниках, а в соревнованиях проиграл, потому что там и физической силы не хватило, выносливости и так далее, или что-то переел, перепил, все что угодно может быть, факторов много. Поэтому говорить о том, что там техническая подготовка была неправильно построена, поэтому нет, скорее всего, надо искать в чем-то другом. Но поэтому сходство тренировочного средства в соревновательной деятельности не всегда бывает определяющее, что вот это упражнение, похожее на соревнования, оно значит, сработает, а которое не похоже, не сработает. Поэтому решили попробовать, что ката, это несколько новая форма для нас была, для советского, российского дизайнера, решили мы сделать такой эксперимент. Значит, целью была нашей работы сравнить ката с другими видами тренировочных средств. Проводился нам на студентах, значит, было предложено им выполнить несколько разных тренировочных заданий. Одно из них, это выполнить бросковую форму Наги-Ноката, потом сделать в другое время, естественно, 15 бросков в движении, в право-влево просто, в свободное движение. Потом сделать 20 чекоми за минимальное время, и 20 чекоми за минимальное время с сопротивлением 50%. Ну и, в общем, на спортсменах закреплялись датчики, которые фиксировали ЧСС и время выполнения упражнений, время отдыха. Они называются Polo 810, сейчас есть более новая модель уже. Но Polo хороший тестер, он закрепляется, очень хорошо, удобно. Вот, и на теле можно закрепить, и на руках. Мы крепили на теле эти Polo, потому что там единственное место, где можно его сохранить, потому что везде все захватывается. И вот наши студенты выполняли, причем одни и те же люди, выполняли в разных тренировочных упражнениях, чуть-чуть с небольшим отдыхом. И мы смотрели время выполнения упражнения, ЧСС, и время отдыха, и смотрели, это было стандартное время выполнения и отдыха, и смотрели изменить. И получились такие интересные результаты, что если взять, что на соревнованиях пульс бывает 150-195, ну, бывает и более, ну, скажем так, в разные периоды, там есть взаимодействие, когда говорится, пауза, когда человек там после МАТЭ, он колеблется где-то, бывает за 200, но мы сейчас соревнования в сторону отложили. А вот тренировочные средства у нас получилось так, максимальный пульс показал у ЧКОМИ с сопротивлением 50%, 150-165 ударов, это средний, было чуть больше, чуть меньше, в среднем у всех спортсменов мы средний посчитали, 150-165. У ЧКОМИ за минимальное время без сопротивления 145-165, ну, то есть практически почти одинаково, да? 15 бросков свободных движений получилось 130-150, и на ГИНОКАТО выполнение от начала от 130 и к концу до 160 дошло. То есть, скажем так, ну, зная, что порог анаэробного обмена у нас 170, да, где-то, ориентировочно, вот тест от ПВЦ 170, то получается, что к концу формы на ГИНОКАТО мы выходим ближе к порогу анаэробного обмена, то есть, в принципе, чистая аэробика, но уже близко к этому. 15 бросков тоже самое, от 130 до 150, ну, и у ЧКОМИ тоже 145-165, 150-165, все эти упражнения приблизительно в одном диапазоне, подходя к моменту перехода в анаэробику. О чем это говорит, вот в качестве, эта табличка у нас, к сожалению, не представлена, но она здесь есть, показатель труда, на высоте вы ее увидите. Что мы можем сказать точно, что КАТО является равноправным тренировочным средством, не уступающим другим, как по величине физиологических изменений, так и по биоэкономическим требованиям координации и выполнения движений. То есть, по потере координации, усталости и всем прочим показателям приблизительно то же самое. Единственное, что есть некоторые особенности у КАТО, которые в других упражнениях нет, в связи с тем, что это строго прописанные техники атаки и защиты, у спортсмена показатели ЧСС, он выходит на них более плавно, чем в других упражнениях. Если там где-то он ускорился, потом отдохнул, то есть вот такие колебания идут, то здесь идет такая, скажем, ровненькая, от 60 до 60 к концу упражнений. То есть, наверное, это неплохо, да, когда так человек набирает, зависит от того, что нам надо. Соревнование, конечно, у нас рвано видно, но как тренировочное средство к порогу, наверное, ровно подводит очень плавно и хорошо. И еще один момент, который интересный, что величина ЧСС, она практически одинаковая как у Тори, так и у Луки. И в других упражнениях все-таки у Тори больше, чем у Луки, который падает там, да, он больше там падает, встает, он тоже, конечно, пульс подскакивает, но не так, как тот, кто делает, да, там, тем более интенсивно, там, с сопротивлением, там, или на единовлением. У ЧСС, у Тори всегда выше, чем у Луки. А здесь, поскольку они взаимодействуют, у них одинаковые. Вот эти два показателя, они говорят, что это там хорошо или плохо, но, наверное, неплохо. Потому что оба работают раз, и пульс поднимается плавно и к концу достигает подхода под порог анаерогного обмена, так же, как и другие упражнения к этому подходят. Вот там ритм немножко рваный. Конечно, это меньше похоже на соревновательную деятельность по своему содержанию, по форме, по всему, но по пульсу, скажем так, ничем не уступает другим. Поэтому, как тренировочное средство его использовать можно и нужно, на уж насколько это людям интересно, это вопрос уже не нашего исследования. Роман Михайлович, а Вы, получается, только отслеживали ЧСС? То есть, Вы не отслеживали, как, допустим, в предыдущем докладе, Вы сказали, вот, допустим, тренажер Агашина, он на 20% увеличил, допустим, некую координацию, да, и так далее. Вот, не отслеживали координационные, вот, не получилось ничего отследить, потому что мы, в принципе, мерили, сравнили, как тренировочные средства, просто по ЧСС, да, то есть, насколько они разнятся или близко. Получилось, где-то, в принципе, в одном ряду все стоит, а померить, ты имеешь в виду координацию, насколько улучшилась координация. Да, допустим, выполнение КАТа, насколько она влияет на координацию. Да, потому что влияет, а пощупать как? Чем пощупать КАТ? Временное исполнение приема. А, можно по времени, да. Должен быть, с другого мы чем не схватившись. Знаете, я, извините, перебью, Тарас, в свое время, рециклопедий, наоборот, он сравнил, как вот, для того, чтобы пить свинил, дубинкой нужно удать по голове с усилием 600 килограммов. Чтобы проткнуть ее шпагой, а не замеряли, где-то, например, нужно 400 граммов, и форма КАТа это является шпагой. Но дубинка может махать любой, за счет физических данных. А здесь точность? А КАТа точность. Да, вот, точность. Соответственно, из-за точности скорость. За счет точности можно быстроту увеличить. Да, вот это вот. КАТа, как следствие, я воспринимаю так. У нас даже есть такое в теории, да, в нашей практике, что быстроту можно развивать вот такими вот такими вот такими методами, и в том числе для того, чтобы сделать быстрый бросок, правильное его исполнение дает возможность быстро выполнить. То есть, через техническую подготовку прийти в быстроте, это нормально? КАТа, безусловно, соответствует. Ну, просто еще можно что-нибудь еще померить, еще раз проверить. Я даже в этом не сомневаюсь, потому что неинтересно это направление. А вот еще, вы бы сказали, что дзюдо, ну, оно делится, да, на... Ну, КАТа, Рандоури, Шиаи. Да, Рандоури, Шиаи. Шиаи – это непосредственно соревнования, да? Получается, что вы сказали, когда впервые в 2004 году вы попробовали КАТа провести, то есть, получается, вы КАТа провели как Шиаи. Ну, соревнования. КАТа, как соревнования. Да, ну, там же другая форма, они выходят, демонстрируют стандартные вещи, которые, там, как бы, нет победителя проигравшего, там есть победителя только кто-то лучше сделал, это экспертная оценка, там, судейство очень тяжелое. Субъективно. Ну, очень субъективно. Вообще, как бы, по вашему опыту, да, вы же, ну, потом, ну, много лет, и... Да, вот, сужу все эти, все эти, по вашему опыту, все-таки, стоит ли проводить именно оценочную... Ну, такую, направленность именно о выполнении КАТа. Или все-таки это... Спорный вопрос. Объясню, почему. Когда мы ездили, во-первых, с Кулдином, Женя, тоже был бывший студент, знаешь, сейчас он на сборной работает, да. Вот мы тогда приехали, Юр Труфанов из ветеранского движения, Кулдин, я, вот, и тогда мы, вроде, все загорелись этим. А потом, когда, естественно, были у нас и медали там на Европу, потом провалы были. И смысл в том, что Женя пришел к выводу, что, типа, для себя, он для себя сказал, что нет. Я считаю, что надо КАТа плитировать как отдельный вид, но не соревновать там людей на первое, второе, третье, пятое место, поскольку это несколько там их меняет мотивацию и так далее. С одной стороны, да, как бы в КАТа не должно быть там победителей проигравших, все делают работу над собой, становятся лучше там, да, себя формируют. Но Европа идет по такому пути, вот, японцы тоже проводят соревнования, но они проводят их там. Мы ездили, когда в КАТа там беседовали с Фуджитой, международного департамента, я тогда у него взял еще правила, которые они делают. В Европе были другие тогда, там были ошибки, 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 можно сказать, там за 1 тысячу баллов ошибок. А у них было 10 баллов, как сейчас, в которых сейчас суд действовал. Они к японскому пришли, 10 баллов базовая оценка, и за мелкие, средние и большие ошибки снижаются там, ну, как в гимнастике, вот такие похожие. С базовой оценки вычисляется. К этому пришли, а тогда еще в 2005 году у него взяли эту бумажку, как они проводят. И он еще взял, что интересно, это наш премьер-департамент Фуджита, он распечатал, что в лавасте взял написал драфт, то есть неофициально. Чтобы я не отдал вам официальный документ, я говорю, ну, мы же не шпионы, что-то такое. Просто, как вы проводите, ну, распечатал, он так вот написал драфт и отдал. Не расписался ничего. Я говорю, нам просто знать, а то мы там в одну сторону пошли, а вы-то чуть по-другому делать, нам интересно просто было. Потом к этому же пришло все-таки, рано или поздно, все к этому пришли, потому что все наши специалисты европейские тоже в Катакан все ездят. И взорвые японцы там заправляют этим делом. Единственное, что молодцы сделали японцы, они, когда почувствовали, что европейцы пошли в отдельные соревнования по кату, придумали и ставили проиграть чемпионат Европы отдельно от борьбы там, да, что они немножко уходят в сторону. То есть Рандори и Шиаи, и все должно быть вместе, и Катар. Катар не должен отдельно уходить. Значит, уходи отдельно, японцы сразу сказали про рычаг от мира. Взяли все под контроль. И вот, когда приехали еще от мира, я помню, смотрю, комиссия судейская, которая надзирает, значит, один только австралиец из Океании. Австралия – это Новая Зеландия Океания, да, вот это из этого региона. А все остальные, с разных континентов, но японцы. В Европе такой есть, в Италии, Сугияма. Потом это, с США приехал, это был такой Токиучи, он умер потом. Он был в образовательной комиссии, а ИДЖЕФ работал, профессор Токиучи. А его жена тоже в этой комиссии была, вот когда он умер, она его место как бы задела. Бабушка Токиучи приехала, Сугиям приехал, приехал с Японии, значит, фамилию не помню, Камата, по-моему, Камата. Четыре японца с разных континентов, один австралиец, потому что там уже японца не нашлось. И они комиссию судейскую воздавили, и среди судей обычно приехали со всех стран, в том числе один японец из Японии, один из Бразилии, тоже приехали такие японцы. И они все взяли под контроль. Это может хорошо, потому что, чтобы это не уходило совсем куда-то туда. Взяли под контроль, и все более-менее стабилизировалось. И Европа, кстати, тоже стабилизировалась. Стали стыковать и мир, и Европу, чтобы соотносилось. А то европейцы немножко с подачей итальянцев там ушли, вообще какие-то дебри, хотели выйти. Год-через два они быстро нас настигли, и всех затропозили и сказали, ребята, давайте как-то вместе. И все нормально пошло, сейчас нормально все. Но желание получить медальки всегда есть, ну как он ни крути. Мы делаем все, все совершенствуют, все делаем. И, конечно, спортсмены все не переживают, у нас вот ребята ездят, 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 все никак призерами не станут. Ну, вот сейчас, которые делают хорошо. Но качество судейства, оно очень разное, потому что там очень много субъективизма. А еще и предзяться какая-то там где-то бывает. Ну, здесь-то хоть ты прихлопнул там на Японию, или там болевый зал, то уж никуда не денешься. А там это, ну как, полегче немножко придется. Я сам сужу и все вижу тоже, да, ну, повлиять на это очень трудно. И вот эта комиссия, которая здесь, в нашем Олимпийском суде может подойти и сказать, посмотреть видео и сказать, нет, ребята, давайте поменяем решить, то там это практически невозможно. Потому что за что поставил крестник там среднюю ошибку, ты уже через 10 минут не вспомнишь. Даже сам судья не вспомнил. Пара за парой выступает, там вот такая голова, там судейство очень трудное. Здесь, я вот как служу, я служу в Олимпийской зомерной категории, да, и все прочее. Большой опыт. Но здесь ты смотришь картинку целиком, и когда идет какое-то действие, ты как фотоаппарат вспышкой концентрировался. А там надо постоянно смотреть за всеми деталями, и ты через несколько пар уже находишь в руковом состоянии такого уже брожения. Очень тяжелое судейство. И поэтому там и ошибиться можно, и просто предвзято. Но очень много всего. И, конечно, тоже согласен, что, с одной стороны, это немножко убивает людей, которые хотят выиграть, а не проигрывают. Не понимают, почему я бы сделал лучше или хуже. А если не делать медальки, ну, то есть, вот я разыграю чемпионские звания, то скучновато. То есть, и так народу немного этим занимается активно. Ну, конечно, японцы, там, лидеры в Европе, там, итальянцы, испанцы. Но сейчас картинка поменялась, так что конкуренция обострилась, как-то там, ну, в общем, не знаю. У меня это спорный вопрос. Вроде бы и чемпионов надо определять, это интересно. Европейцы выдумывают всякие новые штучки. Вот они сделали такую форму, например, в последние годы проходят так. Они делят людей на две группы по возрастам. Это, кстати, может быть, и правильно. Потому что молодые всегда были энергичны, особенно там бросковой формы или там прикладные, да. Гошу-джитсу, допустим, там все-таки надо кондиции иметь, да. Более пожилые, они тоже хорошо знают все, но у них чуть-чуть по-другому смотрятся. Более мягко, так спокойно. Вот. Они делят на группы по возрасту Тори в основном. Проводят в двух группах молодые и старые. И там определяют чемпионов и призеров. Награждают всех. На следующий день проводят две-тройки призеров. Выходят на следующий день в абсолютный чемпионат Европы. И еще раз они соревнуются. И за это все еще трое получают второй комплект. Ну, то есть все в медалях. Ну, кто не попал никуда, ну, конечно, тем грустно. Вот. Блин, да я же лучше делал. Ну, тут уж никак не учесть. Есть такая позиция. Вот я говорю, Култы отошел от этого дела. Тоже потом ударился в сборную там с кармой. Он тоже говорит, все, я что-то устал от этого. Хотя бы тоже два раза был призер в Европу. Я говорю, что это тебе-то жалуется. Тебя никто не заслужил. Он считает, что он, наверное, больше был. Вот. Но сейчас-то у нас тут не было медалей. Вот на первенстве Европы ребята стали призерами. Спустя вот последний раз медали были в 2008 или 2009. И вот сейчас только у нас появились по юношам. Ребята ставили медальку завоевали бронзовую. Слава Богу. А то все это время был такой вот спад. Это от того, что в судействе наших нет. Ну, то есть есть, но не в комиссии нет влияния такого. Это просматривается. Там кто в комиссии есть, те немножко влияют. Испанцы, бельдицы, наверное, и так далее. Ну, это куплю, знаю, и спортивную, и такую, поэтому там могу сравнить. Вот. Но совсем от этого отказаться. Тоже как-то, знаешь, вот, люди уже интересно. Вот они занимаются там. Особенно, кто по возрасту, вот, бороться перестали, а хочется чем-то. Соревнования все-таки людям интересно же. Вот ты вот ходишь там, чем-то занимаешься, скачаешь еще что-то. Там, допустим, в армспорт побороться. Ну, что нет, да, все побороться. Это же интересно. Соревнования всем хочется. И армия, и медальки хочется. Поэтому изначально все едут посоревноваться, просто испытать вот это состояние соревновательное и сделать лучше, чем вчера. Я был вчера так, сегодня я уже лучше делаю. Я сам чувствую, что я лучше делаю, да. И вроде должно быть удовлетворение. А медальку не дали. Медальку дали другим. И неудовлетворение есть. Тут такой момент, кому чего нужно. Но вот смотрю, если люди ездят, соревнуются, конкуренция есть, значит, им еще интересно это дело. Ну, исходя из вот вашего доклада, то есть мы можем сделать, или вы делаете четкий вывод, что ката, как в системе тренировочной, то есть оно абсолютно имеет место. В идее должно быть, и никак не должно его вычеркивать, оставлять только Рандори и Шиаи, или просто обычно отработать. Ну, когда молодым был, мы тренировались, у нас были тренировки обычные, Рандори или соревнования, и все, что у нас было, у нас не было как-то, да. А потом, когда сейчас это появилось направление, а нам деваться некуда, раз Европа начала первый чемпионат проводить, уже и чемпионат мира, значит, нам тоже надо. Мотиватором к этому послужило только то, что начали проводить соревнования. Думаю, что да. В нашей стране да. Но просто, как-то, немножко я интересовался, Женька интересовался. Ну, это мы сами по себе, каждое что-то, ну, знаешь, как видео там эти катакановские, посмотришь эти формы там. Ну, где-то это там, у нас это не практикуется. Просто сейчас, за соревнования пауката, никаких, кроме Омска, наверное, ни в одной области денег не платят темпы. Поэтому у нас мотивация падает. Тренеры хотят что? Дал результат, получил процент. Ну, там, группа, комплектование и так далее. Ну, может, так система советская. Это не за рубежом, где там все добровольно, частное. А здесь, а, не платят, тогда зачем буду время терять? В эту сторону, буду тем, кто за что платит. Вот, это да, это имеет место. Поэтому у нас это направление все будет в таком состоянии, где-то находиться долго, потому что пока за это не... А когда вы кому-то платили одно время, там, проценты, за хорошие успехи, так люди активно работали. Но в Омске до сих пор еще есть такой Един Мурзин, вот, он там, ребят тренирует, выступает в соревнованиях. Ну, у них, ну, нормально, вот, как вот, что-то выставил, например, с России в Олимпийск, вот сюда, где там народу дофига, и там бились, бились, там, чуть не помер. И пока, где там, конкуренция, допустим, в нашей стране не очень большая, и там стал призером. Разница есть? Есть. Но тоже требует времени. Единственное, что у меня есть такой у нас Вася Емельяна, знаешь такого, да? По глухим там, да, там, лидер у них там, федерации. Вот. У них, кстати, в соревнованиях, как-то есть в программе соревнованиях. Да. На нашем дзюдо нету, а у слепых тоже нету. Ну, у слепых там вообще трудно, вряд ли это возможно сделать. А у глухих есть, когда он там участвовал, даже в призерном чемпионата мира был по катам. Там было 5-6 пар, он там где-то заливает. Но, он спрашивает, как я однажды, хотел прийти по тренироваться. Говорит, у вас предпризеры Европы были, ребята? Я говорю, да. Говорит, когда у вас в тренировке по катам? Я говорю, честно скажу, я тренером в тренировке, у меня никогда не было тренировок по катам. Я говорю, нет, просто тренировки обычно. Мы иногда, те, кто интересуется этим делом, и те, кто готовится к этим ценам, мы решили, что ребята способны, технику хорошо чувствуют, да, мы просто оставались и поработали над этим. То есть выделяли отдельное время, но чтобы отдельно, как только катам занялось, такого я не боюсь. Регументировано все вот, и от А до Б до Я. Я этим занимаюсь, но только с теми людьми, которым это интересно, отдельно просто остаешься и работаешь. А Вася хотел приехать на конкретные занятия по катам, только когда-то, знаешь, вот завтра вот такие занятия, вот. Я прожил только время, Вася, как я работаю. Обычный, обычный дзюдо, плюс чуть-чуть. Роман Михайлович, я благодарю вас за... Спасибо! Чем могли, очень могли. Интересно. Ну, пытаемся, что-то делаем так... Знаешь, Вик, самое главное, есть вопрос интересный, да, проблем? Давай попробуем. Вот все. Никакой такой огромной науки, наверное, здесь нет, но попытки что-то понять есть. Ну, в любом случае, наука рождается из каких-то новых взглядов и так далее. Можно что-то отсюда вытащить. Да, да, да. Ну, и сейчас Евгений Воробьев, Ешкарова. Дзюдоедический центр Камякан. Здравствуйте, пожалуйста. Правильный федерация по дзюдо. В общем, я пришел в дзюдо из контактов и единоборств. Третий учитель был Владимир Владимирович Камяк. Он тренер по дзюдо. Как вы знаете, и вот он... А вот он тоже из рукопашного боя, да? Он сам был начинал. Сам был, сам. Первый сальвист был. Потом он начал, когда был каратэ, начался. Он начал каратэ заниматься, потом запретили каратэ, и он, чтобы, понятно, попасть в ситуацию, пошел в дзюдо. И начал тренировать здесь. И когда вот началось, Владимир Владимирович пришел в Путин, пришел в власть, и мы начали заниматься дзюдо. 2000 год, 1999 года. Ну, он пришел в 2000 год. Первый журнал делал на обложке в 2000 году. Да, в 2000 году. Вот любовь к дзюдо сохранилась, но взгляд у меня, еще раз говорю, призначенный взгляд у меня со стороны. То есть я вижу многие вещи, я другую вещь. Я всегда, Роману говорю, я основник школы. Школа дзюдо, то есть школа, я делил образ, как основа для всех будущих достижений. То есть я своим словом сначала скажу. Первым, я считаю, что основным, первым, для спортивных достижений должна быть школа дзюдо. Что такое школа дзюдо? Это стилевая подготовка, прежде всего. Первый этап. Это основа физической подготовки. Второй этап уже идет. Когда ребенок готов, идет уже спорт. Сам не поступит. Когда дети достигают 12-13 лет, когда уже ничего не объясняешь, уже бесполезно. Нужно дурную энергию выпреснуть, им нужно заниматься спортом. Тогда возникает спортом. Но школа, то есть стилевая подготовка, она является основой качественной борьбы. И то, что вы говорили ката, нужно культивировать, начинать на первых этапах. Когда дети пришли, чтобы оставить их здоровыми, ну, гармонично считаясь спортивным, и потом поддерживать, специфика сдвигается в сторону спорта, уже дальше, потому что здесь мне ничего не объяснишь, уже результат. Но ката является средством, корректирующим, ставящим, во-первых, технику, основу, а во-вторых, корректирующую технику. У нас тэкэнон, как бы вот мы джун-джитс еще преподаем, но не старый, а не современный джун-джитс, а на основе старого джун-джитса, он, конечно, разработал техники. Как бы вот так. Я вам Роман показывал, у нас, Саша знает, разработан не просто ката, как это движение, а форма-то. То есть движение ката, вот броска, разложка, как бы вот так. И вот так.